значит итоги этого дня какие стали пару видюшек один прикольный риос для катя вы увидите это видео там уж пару месяцев пройдет наверное хватит уже по голове себе постучи что еще ребят олега и влада за подругой отель и они будут каждый день сейчас ездить туда в кис клайп продолжали разбирать завал и отключили интернет из-за этого мы задержались на 40 минут в общей зоне где есть интернет эти дни уже три-четыре-пять дней очень повышенная влажность этому очень жарко очень душно еще и вот в этой ткани и по привет кайла офигеть какой-то красный может вам стили проходим футбольная поля и помню вчера мы играли футбол в свободной форме все нормально спортивной форме но было настолько влажно настолько жарко а после матча ну то есть во время матча вообще все было мокрое я пришел домой катя просто выжимала футболку в целом играть проще чем когда сухая погода потому что во рту не пересыхает дополнительная нагрузка идет от мокрой одежды поэтому вы удивите кто вообще в такую погоду играет футбол ну спорту заниматься нужно всем привет доброе утро сегодня воскресенье у нас выходной вы таки несмотря на то что очень поздно легли потому что смотрели фильм уже почему индийский классный мы такие пошли на завтрак собрали вот пакет вот у катя сумочка это купаться чтобы потом пойти и поэтому следуем нашим планам куда говорит пошел куда тут на днях родители в общем говорят а ну посмотрели наши ролики и говорят а почему вы такие не загорелые где мы сказали что мы не стараемся загорать и вообще ну это в целом плохо я не знаю передает ли вам видео но вот за три часа и кубку по нашего сегодня уже все лицо красное руки тело красное и это всего три часа мы не загорали мы купались сегодня было написано что температура плюс 38 но ощущается как плюс 44 плюс 44 ничего себе для меня наверное в детстве такие температуры казались чем-то прямо запредельным это какая африка очень далекая страна плюс 44 нет но если такого не было вернулся интернет роутер на месте все работает мы дома казалось бы что может произойти но не пришли влад и олег и рассказали что им сказали что и завтрашнего не переводят на постоянно бальказар другой отель где они работали последние четыре дня где-то им там ужасно не нравилось по разным параметрам начиная от того что там питание в столовой для работников где нет мяса абсолютно ну еще какие-то аспекты и сказали что нас тоже туда собираются переводить на постоянно наше первое чувство что мы очень 5 как как выразить наши чувства да мы в шоке планируем какие-то планы ну вполне возможно чтобы при таком нам никто не говорил пока что если это что завтра скажут и также есть вероятность что скоро мы полетим в россию не знаю увидим в общем за это время значит наняли нового фитнес-инструктора вчера ребята приехали с работы с другого отеля и сказали что им сказали в срочном порядке освободить комнату типа даже ночевать нельзя они сбунтовались конечно ну потому что что это за такое но якобы надо было освободить комнату для новых сотрудников которые приедут и сегодня уже например приехала два человека новый танцор и аниматор и это тем самым странно очень потому что аниматоров отправили в другой отель и аниматора уже взяли это странно пока идут очень непонятные дни мы занимались своим делами катя получила свой заказ курировала маму саниты которые помогали нам отправить это все в интернет-магазин мы вам видим там делают какую-то деревянную штуку давайте посмотрим отсюда вот вот такую вот деревянную штучку сделали на вход пахнет деревом скорее всего обработают еще лаком сняли все бумаги с инфоборда нашли открытую комнату здесь явно никто не жил все ремонтируется в таком состоянии да туалет скорее всего вот перенесли вот сюда вот такой балкончик просто пустой тут окошечко знать всем привет сегодня 16 число а вчера не выдали зарплату сказали ну не выдали потому что нам не выдали вот когда чем станет известно скажем вот и сегодня 16 и как будто бы еще и не выдадут какой-то раз мы получаем зарплату вот очередной раз очередной раз без сюрпризов не обошлось фантазеры фантазеры